Друзья, приветствую вас на канале Дешевый Китай. Сегодня у нас новинка. Это проектор, который вот только поступит в продажу на момент выхода этого видео. Это Baintec U80. Проектор портативный, имеет Android на борту. В общем, крутой проектор, при том он имеет встроенный аккумулятор. Поэтому он отлично походит для взять его с собой куда-то в поход, на вылазку, на шашлыки и так далее. Разберем, посмотрим, что это за девайс. И не забывайте, что сейчас на Али будет небольшая распродажа. И так как проектор поступает только в продажу, по купону в описании его можно будет приобрести за 399 долларов. Предложение ограничено, потом цена конечно же увеличится. Поэтому, кого заинтересовало, успейте перейти и приобрести данный проектор. Поставляется проектор в довольно компактной упаковке. Да и как мы видим, сам он небольших размеров. Туристический, так сказать. Вес небольшой, чуть более 1 килограмма. Поэтому держать в руке, в общем-то и не напряжно. Для переноски сверху очень удобная резиновая ручка. Да и размеры проектора со всех сторон не больше ладони. За габариты однозначно лайк. В комплект поставки входит также пульт управления. Довольно банальный, но есть клавиша регулировки фокуса. Хоть проектор и имеет автофокусировку. А также автоматическое изменение трапеции. Конечно же кабель с внешним блоком питания. Из-за габаритов его вынесли наружу. Он на 65 ватт мощности. И инструкция. Сам дизайн проектора мне понравился. Это лаконичный корпус в серо-черном цвете. Выглядит действительно дорого. Да и цена девайса не 3 копейки. Сейчас во время распродажи его можно купить за 399 долларов. Если применить все купоны. На передней части находится сама линза. Как и говорил ранее, она регулируется электроприводом. Далее различные датчики, которые и выполняют автофокусировку и регулировку трапеции. И конечно же логотип Baintec. С одной из сторон за перфорацией скрывается динамик. Качество звучания, забегая наперед, очень достойное. Сзади же находится решетка, откуда выходит горячий воздух. Немного выше можно увидеть все основные разъемы. Это HDMI, порт питания, кнопка reset, кнопка питания, порт для наушников и USB выход. На нижней части основная информация и конечно же резьбовое крепление под штатив. Поэтому удобно закрепить и настроить проектор не составит никакого труда. Сверху находятся клавиши управления. Они сенсорные и могут полностью заменить пульт управления. Подсветки я не заметил, можно было сделать какую-то очень тускую, чтобы разглядеть в темноте, но нет. Такой проектор отлично подойдет для путешествий, кемпингов и прочего. Конечно, его лучше направлять на светоотражающий экран, но в походных условиях вполне неплохая картинка будет и просто направил на белую ткань. А за счет встроенного аккумулятора внутри вы сможете просматривать видео без доступа к сети. Емкость аккумулятора 15 мАч, чего хватает на 1,5-3 часа просмотра фильма, в зависимости от яркости, уровня звука и т.д. Потому что есть как режим с минимальной яркостью, так и обычный полноценный режим с нормальной яркостью. Перемещаемся в квартиру и сразу тестируем в темное время суток. Ибо для самой лучшей картинки нужна полная темнота в помещении. Главный экран нас встречает с операционной системой Android 11. Вы можете перемещаться по меню, устанавливать дополнительно приложения, есть Play Market, YouTube и т.д. В общем, Android дарит уйму возможностей для комфортного просмотра видео и не только. Качество изображения на уровне. Картинка насыщенная, при этом такой портативный проектор, а яркости хватает с головой. Разрешение Full HD, поддержка Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth для подключения аэромышей, геймпадов и прочих аксессуаров. Есть и встроенной памяти целых 32 ГБ. Оперативный же 2 ГБ. Процессор MTK9632. Четырехъядерный графический процессор Mali-G52. А также декодирование 4К. Согласитесь, звучит довольно-таки круто. А что еще порадовало, так это тихий кулер. Звука вообще практически не слышно. Поэтому даже не стал записывать шум на микрофон. А знаете почему? Производитель поставил кулер, который изменяет обороты, как в автоматическом, так и в ручном режиме. Поэтому если не сильная жара, нет сверхсильной нагрузки на проектор, то вы вообще кулер практически и не заметите. Тоже можно отнести к огромному плюсу. Настроек у проектора хватает. Можно вручную регулировать яркость, есть экономный режим, также изменять положение трапеции. Есть как автоматический, так и ручной режим. YouTube работает замечательно. Можно воспроизводить и 4К спокойно. Работает все без тормозов. Главное стабильный интернет. Для киноманов сразу же скажу, что можно ставить приложение не из плеймаркета, поэтому с легкостью ставим Lazy Media Deluxe и наслаждаемся огромным количеством фильмов. Как и на всех проекторах, есть Miracast, то бишь трансляция экрана с телефона или же ноутбука. Работает отлично и честно скажу, с задержки особой-то и нет. Все работает мгновенно, ибо было множество проекторов с довольно ощутимой задержкой. Поэтому как просматривать видео, так и играть можно без каких-либо проблем. Да и такой способ подходит для быстрого показа презентации, каких-либо документов и так далее. Ведь по HDMI это не всегда возможно и удобно. Если же мы говорим за просмотры проектора при освещении в комнате, то тут уже немного похуже, но в целом смотрибельно. Да, цвета теряют уже свою сочность, но тут уж ничего не поделать. Не все проекторы могут похвастаться даже такой картинкой. Да и в солнечную погоду все весьма неплохо. У меня солнечная сторона, как видим в окно частично пробивается солнечный свет. И картинка вполне себе интересная. Смотреть однозначно можно без особого напряжения для глаз. Но все же, если вы покупаете проектор не лазерный, то крутое качество картинки будет только в темноте. Тут уж никуда не деться. Ну что ж, друзья, вот мы вкратце и протестировали данную новинку. Проектор U80 от компании Biontech. Интересный девайс получился. Во-первых, что хочу отметить, это то, что есть автофокусировка и автоматическая трапеция. Настройка трапеции. Поэтому вы можете не переживать, он сам подгонит все как нужно под ваш экран. Конечно же, есть сенсорное управление. И самое главное, это встроенный аккумулятор. Поэтому вы можете смотреть фильмы в течение полутора-двух часов. В зависимости от того, на какой вы будете смотреть яркости, какой уровень громкости и тому подобное. То есть он отлично подходит взять куда-то на рыбалку, на шашлык с друзьями. В общем, тема однозначно крутая. Потом, что я хочу отметить, это довольно крутой звук. Мне он понравился. И что самое главное, это тихий кулер. То есть вентилятор. И это первый проектор, который я тестирую, в котором можно в настройках автоматически, либо же вручную выставлять обороты кулера. То есть автоматически он подстраивается в зависимости от нагрузки. Есть тепловой датчик. А вручную вы можете выставить, например, там сильнее, либо же меньше в каких-то вам нужных ценах. Например, вам на презентации нужно вообще, чтобы не было шума, уменьшить его на минимум. И, конечно, да, проектор будет больше греться, но кулера вообще слышно не будет. Но он и в целом очень тихий. Поэтому для просмотра фильмов такой проектор подходит, ну, просто идеально. Цена 399 долларов, но предложение ограничено. Купон в описании. Кого заинтересовал данный продукт, то переходите и заказывайте, потому что потом цена будет явно дороже. На этом у меня все. Если вам понравился данный обзор, не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. А впереди вас ждут крутые обзоры интересных товаров из Китая. Продолжение следует...